Привет, Дениза, проходи. Привет, Шерилл, ты уже налила себя отлично, я так рада вас видеть. Шотландка, какая прелесть. Какой у тебя огромный первый этаж. Да, это для прислуги и няньки, пойдем я тебе все покажу. Небольшая экскурсия. Привет, Франсуа. Так, здесь кабинет Клайва, спальни, гардеробные, ванны и так далее, и так далее. Проходи. А вот это моя комната. Я называю ее закутком, но на прошлой неделе устроила здесь девичник на 24 персоны. А это что? Да так, мелочи всякие, пойдем. А вот здесь у нас прелестный кабинетный рояль, а это питомник, здесь дети играют. Между прочим, обстановка в пять тысяч нам обошлась, но пять это для Клайва. Шерилл, ты что, плачешь? Нет. Плачешь от того, что у меня такой большой дом? Нет. Нет, поэтому. Ты плачешь, потому что у меня большой дом. Да. Слава богу. Я зайду в туалет за салфеткой. Ну вот, у нас первый этаж, второй этаж. Вон там комната, еще пристройка. Это не совсем удобно. В туалет лучше зайти в саду. Джеймс, можно подавать специи и закуски. Хотела бы одних специй. Привет, Крис. Я думал, что потерял их. Спасибо, киска. Я знаю, к чему это идет. Привет, Сара, как дела? Это все твои невесты? Факсы получила? Да. Волнуешься за материальное положение, я-то знаю, что всему конец. Но ты думаешь начать сначала, хотя боишься снова прогадать. Мы с тобой связаны крепче, чем ты предполагал. Поверь мне. Спасибо. Чудесный был обед. Спасибо. Глупости, это тебе спасибо. Пит, можно я тебя спрошу? Конечно. Ты осознаешь, что мы уже встречаемся около месяца, если я не ошибаюсь? Да, что-то вроде того. Ну, вот я хотела спросить, как будут развиваться наши отношения? Ну, я... Я понимаю, это нелегкий разговор для тебя, потому что ты мужчина. Учти, мне не нужно никаких гарантий, боже упаси. Мне только хотелось бы выяснить, какие у тебя намерения. Ну, если по большому счёту, то я хочу посмотреть на твою грудь. Что-что? Таковы мои намерения в отношении тебя. Ясно. Стало быть, твоё увлечение носит чисто физиологический характер на этом этапе. Ну... Нет, я ничего не имею против. Физиология, это здоровье, и я бы расстроилась, если бы было иначе. Но неужели тебя привлекает только моё тело и больше ничего? Нет, нет, при чём тут тело? Вовсе даже нет. Значит, есть нечто большее? Нет, есть нечто меньшее, я просто хочу посмотреть на твою грудь. Понятно, выходит, никакого чувства вообще. Тебе не нужна душевная близость, долгосрочные обязательства не входят в твои планы. Ну, почему? Я, в принципе, не против жениться, завести детей и всё такое. Ну, это другое дело. Но не с тобой. У тебя я только хочу посмотреть грудь. Господи, прекрати твердить одно и то же. Значит, всё только из-за этого. Больше тебя ничего не интересует. В каком смысле? Как в каком? Обеды, цветы, подарки. Что прикажешь думать? Зачем ты всё это делал? Ну, а как же? Иначе никто тебе грудь не покажет. Да, мы приглашаем вас посмотреть на материнскую гонку. Следующим будет забег матерей. Боже, что мы делаем? Я знаю, что. Это безумие. Меня Эдуард уговорил. Я его убью. Какой позор. Меня сейчас тошнит, ей-богу. А я наверняка упаду и что-нибудь вывихну. Или сломаю. Я пешком туда не дойду. Не то что добежать. Ладно вам. Это же забава. А я как раз собиралась сбросить туфли. Неплохо придумано. Ты что, босиком побежишь? Нет, я вот эти надену. А это что, кроссовки? На старт. Внимание. Марш. Так, хорошо. Ну? Огонек. Огонек. Прелестно. Ваш Огонек очень маленький котик. Котенок. Котенок. Котенок, котенок. Да, отлично. И что стряслось с ним, с Огоньком? У него какое-то недомогание, да? И как это случилось? Не знаю, потому и пришла к вам. Да. Ну что ж, давайте посмотрим. Давайте на него посмотрим. Снимите с него штанишки. Что? Молнию на штанишках расстегните, я посмотрю. У него нет штанишек. Ну да, конечно. Ну, тогда поставьте его. Так. Хорошо. Так. По-моему, он хочет высморкаться. Может быть, он простудился? Смотрите, он сам не знает, куда идет. Не видит края. И вообще не понимает, где находится. Верно? Да. Не малейшего понятия. Я думаю, он слепой. Как эти летающие мыши. Летучие мыши, да. Так вот, вам лучше сводить его к акулисту. Пусть подберет ему очки. Только не знаю, как им надевают очки. Должно быть, прилепляют липкой лентой. Поняли? Спасибо. Это фотографии собаки. Очень мило. Котенок. 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 Ловлю. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...